Выставка «Искусство Великого Новгорода эпохи святителя Макария» продолжает свою работу в Санкт-Петербурге. Государственные русские музеи впервые демонстрируют памятники новгородской культуры первой половины середины 16-го столетия как целое художественное явление. Ключевой личностью российской истории и культуры этого времени является владыка Макарий, с годами архиепископства и многогранной деятельностью которого в Новгороде связан блистательный расцвет всех видов искусства. На экспозиции представлены произведения того времени, иконы, шитье, резьба по дереву, богослужебная утварь. Привлекает к себе внимание деревянный резной круглый Амвон. Он – центральный экспонат выставки «Искусство Великого Новгорода эпохи святителя Макария». До 17 века Амвон использовался в богослужении главного собора Новгорода – Софийском. Был создан по заказу владыки Макария. Амвон поражал своей красотой современников, о нем упоминается в летописях. А сейчас он хранит в себе много тайн. Во время реставрации сотрудница музея Анна Кондратьева в одной из главок обнаружила свечу и записку. И вдруг мне попадается какой-то кусочек бумаги. Тоже он был очень пыльный снаружи, я его достала. И вдруг я смотрю, что он свернут и сложен. Ну, мы как бы все собрались смотреть, что же там такое. Я его разворачиваю, и вдруг обнаруживается, что там текст написан. Причем видно, что это как бы точно не современный, даже не 19 века. Еще интересно, кто ее туда положил, как бы почему. Но это вот такая тайна, которая, возможно, никогда не будет раскрыта. Потому что это такая детективная история, которая остается вот с вопросами. Вопросы остаются и насчет самого текста. Его расшифровали, но смысл так и непонятен. Сама записка находится рядом с Амвоном, в витрине под стеклом. В соседнем зале целая коллекция рукописных книг. Богато украшены, рукописи поражают своей неповторимостью и уникальностью. Тронгать их нельзя. Зато можно полистать на тачскрин-стовах. Это исключительные по мастерству миниатюры, которые изображают либо евангелистов, либо более подробно иллюстрируют какой-то священный текст жития, либо там другой текст. Это замечательное творение каллиграфов. Вот эти вот орнаменты, которые создавали в рукописях новгородские мастера, а это и заставки, и инициалы, и какие-то вот мелкие детали оформления. От них просто невозможно оторваться, потому что это настолько твердая рука, настолько богатая фантазия, потому что там не повторяется ничего. Благодаря святителю Макарию, который в свое время управлял новгородской епархией, новгородская культура пережила взлет, утвердился новый стиль. И сейчас, спустя века, для ценителей открылся целый пласт в истории новгородского искусства. Около двухсот экспонатов представлено на выставке. Здесь и иконы, и шитье, и богослужебная утварь. Вообще Новгород ведь был очень богат. И в это время он был настолько богат, что он даже затмевал своим богатством Москву. Поэтому в распоряжении владыки Макария было очень много мастеров, которые вот и все эти планы, все эти творческие или там духовные какие-то проекты сумели и смогли воплотить в жизнь. И Макарий, покидая кафедру Великого Новгорода, будучи поставлен на митрополитическую кафедру в Москву, он многих мастеров увез с собой, потому что без них было невозможно обойтись. Работы в это время велись в Москве огромные, колоссальные. Поэтому новгородские мастера, новгородское искусство, оно определило во многом развитие в 16 веке всего русского искусства. Свою лепту в экспозицию внесли частные коллекционеры, музеи и заповедники, Новгородский, Псковский, Третьяковская галерея, государственные библиотеки и многие другие. Окунуться в мир древнего Новгорода, перенестись в эпоху владыки Макария, можно будет до 1 августа.